здорово бойцы с вами как всегда пламбер и я запускаю новую рубрику охота на пламбера где я играю с подписчиками как это было друзья и кто выжил смотрите в данном видео ну что ж мы начинаем Продолжение следует... Я в описании оставлю ссылку на беседу, где все это мы обсуждаем и собираемся и движкуем в данных роликах. Изначально я планировал насобирать большое количество техники на поле возле мясника. Мне было интересно, как это будет выглядеть в разных скинах, большое количество техники в одном месте. Но находились люди, которые не могли это сделать, по той иной причине им хотелось воевать. И они начали гатить технику, стрелять по своим, валить людей. И это настолько было непредсказуемо, что мы три дня пытались заснять и ничего хорошего с этого не вышло. Потом мне просто-напросто подписчики начали советовать. Давай, мол, если кто хочет воевать, давайте устроим охоту, допустим, на тебя, на пламбер. И это спасибо Катюхе, которая это все придумала, предложила. И мы это воплотили в жизнь. Лизона, мы сейчас все откиснем. Короче, я... Запись номер два сейчас будет. Че, можно я взорву какую-нибудь вертушку, то есть дыхаю? Че, кипец. Я тоже откисла. Я к вам еду на помощь. Ой. Вот такие у нас были неудачные моменты. На самом деле, спасибо команде фестиваля. Братик, спасибо за своих друзей, за своих товарищей, которые поучаствовали в данных лентах. Ну, не получилось у нас создать именно сочный видосик той тематики, которая планировалась. Ну, а мы перейдем к охоте, уже переходим. Но я не мог просто-напросто не всунуть это в данный ролик, потому что много людей участвовало и много помогали в организации этого всего. Итак, охота. Охота на пламбера. Что в нее входит? Я воюю против всех. Мне разрешено все оружие, вся техника и любой класс. Против меня разрешалось использовать только холодное оружие. До тех пор, пока мисс не останется один боец. Когда остается один боец против меня, ему разрешалось все. Использовать всю технику, все оружие, гранаты, да все, что хочешь. Чтоб было это на равных условиях. Ну, по сути, здесь можно было сыграть тактически. То есть, загнать меня в какой-либо угол, либо на стартовом этапе, когда у меня нет ни оружия, ничего. Выцепить меня и зарезать. Но этого никто не сделал. И, естественно, я начал крошить одного за другим. У меня единственная опасность была, это последний игрок. Так как ему, по сути, разрешалось все. Да, по сути, ему просто даже тот же дроп лутануть. И уже хорошее оружие, хорошая экипировка. Но в данном бою последний игрок не понял, что нужно играть именно на лечебнице. Он ушел в сторону зоны. И в дальнейшем я его искал и, конечно же, нашел. Как это было, смотрите далее. Забрал я третьего игрока, с которым мне немножко попотеть нужно было, потому что нужно было попрыгать. Обскакала меня эта девица. Но, тем не менее, все равно я ее забрал в свою коллекцию в данном бою. Забрал я еще одного игрока. Но в данном бою, я считаю, я бы нападал. Если бы я играл против, да, с ножом, либо с топором, я бы нападал. Режим называется охота на пламбера. Я бы обошел сзади, где-то перепрыгнул, где-то обошел бы и начал бы дамажить. Просто-напросто. С того же топора. Очень даже классно было. Третьего игрока, которого я забрал, он пытался мне нанести урон. Ну, немножко там, да. Конечно, комнатка была меньше, но тем не менее, он старался воевать. В данном случае, я считаю, что нужно нападать, а не убегать. Ну, что ж, друзья. Еще одного игрока убила зона. И мы остались один на один с игроком, которому разрешено все. То есть, у него полная экипировка. Он может брать любую технику. Но что из этого вышло? У меня класс десантники. Я считаю, это самый классный класс в королевской битве. Почему? Потому что ты можешь быстрее передвигаться. Ты можешь быть незаметным. Заходить в спину и высматривать, где находится противник. То есть, все эти классы, дрон, шутник, ниндзя, может заменить один единственный класс этой десантники. И так и вышло с последним игроком. Он лежал, я его сверху увидел. И, естественно, я его задамажил. Ну и еще одну каточку мы сыграли. Я думаю, сейчас возьму пулемет и буду раздавать всех направо и налево. Выбрали мы локацию пирс. Она тоже небольшая. В принципе, удобная и прикольная локация. Но не тут-то было, друзья. Меня зарезали. И здесь я много чего сделал неправильно. Во-первых, я мог бы убрать оружие и тоже на ножах тупо зарубиться. Потому что я с тем же пулеметом был настолько медленный. Я не мог даже перепрыгать и развернуться полноценно. И все дела. Еще я плюс вызвал десантника и остановился, когда начал на него залазить. Ну, в общем, короче, это моя ошибка. И тем не менее, молодец Вадик, который выиграл у меня в турнире и получил 5000 CP. Он также доказал, что он неплохой игрок и даже очень классно. Он меня не один раз выигрывал. Так что не такой я уж прям профи игрок, как многие считают. Но тем не менее, вопрос заключается в том, а что же делать дальше, если убивают, допустим, меня. А дальше, друзья, разрешено все. Если убивают игроки пламбера, то разрешается брать полную экипировку оружия и уже воевать друг против друга. Что в данном видео и вышло. Вот такой вот режим новой охоты на пламбера. Друзья, на самом деле, очень классно и получилось. Если будет больше народа, то есть, смотрите, на 10 человек 1 охотник, на 20 человек 2 охотника и так далее. Будем собирать ютуберов, будем играть с ютуберами и классно будем проводить время. Так что, если у кого есть желание поучаствовать в таких мероприятиях, ссылка в описании на нашу беседу и в закрепленном комментарии. Также ссылка на нашу группу ВКонтакте, где все это есть, где есть все наши движения. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь. Ну а с вами был, как всегда, пламбер. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok